МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале 1-й Карагандинский в студии Гульнуржакен. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Областной и районные союзы фермеров, созданные в Карагандинской области. В регионе реализуется программа развития мясного животноводства. В Тимиртау заведующая канцелярией без ведома администратора судов отзывала из отпуска и возвращала в него секретаря суди. В областном управлении по делам госслужбы и противодействию коррупции провели очередное заседание Совета по этике. Торжественное мероприятие, посвященное предстоящему Дню Независимости, провели в Казбикбийском районе Караганды. На праздник были приглашены ветераны войны и труда, представители услугодателей, а также спонсоры. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Обо всем более подробно. Областной и районные союзы фермеров, созданные в Карагандинской области. В регионе реализуется программа развития мясного животноводства. Эти и другие вопросы сельского хозяйства обсудили на аппаратном совещании. О создании союза фермеров объявили на совещании в Жанаркинском районе, в котором приняли участие главы фермерских и крестьянских хозяйств Лутавского, Жанаркинского, Шетского и Актугайского районов. Подобные встречи сельхозпроизводителями пройдут и в остальных районах области. Союзы будут защищать права и интересы фермеров, отметил заместитель Акима Карагандинской области Серик Шайдаров. Раньше подобные союзы были только в нескольких районах. Создание союза фермеров в районах и области позволит создать площадку для обсуждения проблемных вопросов фермеров. Они будут работать с местными исполнительными органами. Также Серик Шайдаров рассказал о реализации отраслевой программы развития мясного животноводства. Карагандинская область экспортировала более 800 тонн мяса. Наиболее низкие показатели демонстрируют Абайский, Актугайский и Улутавский районы. Акимобласти Ерлан Кошанов поручил местным Акимам ускорить эту работу. Также глава региона обратил внимание на рост цен некоторых продуктов. В целом развитие агропромышленного комплекса региона идет согласно плану. По итогам 10 месяцев текущего года объем валовой продукции сельского хозяйства в области увеличился по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 6,2% и составил 233 миллиарда тенге. Особое внимание уделяется импорту племенного маточного поголовья. Токжан Лянова, Жаслан Макубеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Дисциплинарное дело в отношении государственного служащего в очередной раз рассмотрели специалисты. В городском Акимате состоялось заседание Совета по этике. На повестке дня рассматривались 7 вопросов. Предстать перед членами Совета по этике может каждый государственный служащий. Даже ненадлежащее оформление отзыва из отпуска может повлечь за собой возбуждение дисциплинарного дела. Сегодня на вопросы за трибуны отвечает заведующая канцелярией Тимиртавского городского суда Александра Гринькова за дисциплинарный проступок, дискредитирующий государственную службу. Отзыв решает администратор судов. Он решает? Да, предоставление отпуска все решает. Почему тогда вы отзываете сотрудника? В данном случае просто поздно было предоставлено заявление об отпуске, хотя она была согласна с его отзывом, поэтому в свое время не было оформлено. За одним числом приказы не выносятся. Почему тогда самостоятельно отпускаете? Это тоже вы решаете? Отпустила я ее в связи с тем, что... Также в ходе очередного заседания Совета поэзики участники заслушали пять докладов представителей различных департаментов и управления. Была предоставлена информация о фактах переработки государственных служащих, исполнении антикоррупционного законодательства и профилактике нарушений норм служебной этики. Тохжан Лянова, Жаслан Макубеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Караганде в преддверии Дня независимости состоялась торжественная церемония награждения выдающихся горожан. Более 40 деятелей разных отраслей получили благодарственные письма из рук Акима Казбекбийского района города Татьяны Шатохиной. Уже сложилась традиция в преддверии праздника награждать выдающихся граждан – деятелей культуры, спорта, образования и политики. Сегодня в мероприятии приняли участие не только активисты города. Ветераны Великой Отечественной войны также стали почетными гостями торжества. В ходе церемонии награждения Аким Казбекбийского района города Татьяна Шатохина поздравила гостей с главным национальным праздником страны. Она отметила, что все достижения страны – это в первую очередь заслуга президента Республики Казахстан. Сегодня мы живем в строении с развивающейся рыночной экономикой, способной интегрироваться в мировую экономическую систему. Международная политика Казахстана направлена на достижение международной гарантии, суверенитета и независимости нашего государства. Мы признаны на международном уровне. Огромная работа во всех достижениях Казахстана, нашего Ельбаса, президента Республики Казахстана, за приверженность своему делу был награжден Нуржан Сидуали. В этом году он стал серебряным призером мирового чемпионата по джиу-джитсу, прошедшего в Швеции. Нуржан также отметил, что является членом молодежного движения Ассамблей народа Казахстана. Поэтому он считает своим долгом активно участвовать во всех общественных мероприятиях страны. Сегодня мы все собрались на торжественном мероприятии, приуроченном ко Дню Независимости нашего государства. Большое спасибо организаторам за такое празднование и всем, кто посчитал меня достойным получить эту награду. Желаю спортсменам и молодым людям успехов во всех начинаниях, прозвитания и благополучия всему народу. В честь грядущего праздника во всем регионе проводятся различные мероприятия. Ведь уже через 4 дня казахстанцы отметят главный национальный день 27-летней независимости республики. Мульдир Жакан, Аман Кужанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Карагандинские судьи рассказали студентам о сути судебно-правовой реформы в стране. В Карагандинском государственном университете прошла акция под названием «Правовое просвещение и образование». Сегодня государство уделяет особое внимание развитию молодого поколения. Не случайно президент страны объявил предстоящий 2019 год – Года молодежи. Слушателями особых лекций выступили студенты юридического факультета, а лекторами – судьи Карагандинского областного суда во главе с председателем Мусабеком Олимбековым. Он подробно остановился на истории развития современного казахстанского правосудия. В последующем дважды была принята программа правовой политики, я думаю, в рамках реализации первоначальной программы правовой реформы. А нынче новое руководство Верховного суда изложил, принял инициативу такую, в небольшом документе он изложил семь камней правосудия, то есть семь проблем сегодняшнего правосудия. Он обозначил его камнями. Судьи отмечают, что данная встреча – не разовая акция. Подобные мероприятия пройдут во всех городах Карагандинской области и первыми слушателями станут студенты-юристы. Главная задача этих реформ, цель – достижение, сближение суда, судебной системы и общества. Это налаживание такой системной работы с обществом. Право – это регулированная общественная жизнь. Общество состоит разных поколений, молодежи. И мы нашу встречу начали именно с молодежи, с университета, со студентов, будущих юристов, которым придется работать по окончании и завершении учебы. Участники встречи обсудили основные положения судебно-правовой реформы, а также высказали мнение по поводу ныне действующих нормативно-правовых актов. Большинство студентов заявили, что нынешние законы – хорошие. Необходимо лишь добиться их выполнения. С докладом также выступили судьи специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних и Казабикбийского районного суда Караганды. Организаторы заверили, что мероприятия в рамках акции «Правовое просвещение и образование» будут продолжены. Андрей Тензо, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. И еще об одном. Самые маленькие таланты Караганды выступили на сцене Дворца детей и юношества. Более 600 воспитанников детских садов города приняли участие в галоконцерте «Минагелем Тауэльс из Казахстан». Мероприятие, посвященное Дню независимости, было организовано в рамках программы «Рухани Жангру». На сцене Дворца детей и юношества – самые талантливые дети Караганды. Ни одному из них «Минута славы» не досталась просто так. С 4 по 7 декабря специалисты отдела образования провели отбор среди воспитанников государственных и частных детских садов. Победители, удостоившиеся первого места, получили право выступать на галоконцерте «Минагелем Тауэльс из Казахстан» приуроченном ко Дню независимости. В конкурсе у нас участвовали 69 дошкольных организаций, государственные, также и частные сады. И по итогам этого конкурса у нас сегодня состоится галоконцерт именно по тем дошкольным организациям, которые у нас заняли первые места. Первые места они у нас занимают. И вот наши же эти детки сегодня хотят порадовать наших родителей, педагогов своим выступлением. Маленькие джигиты и красавицы ведут себя совсем по-взрослому. Перед началом концерта они отрепетировали свои номера. Все должно пройти идеально, ведь сегодня за ними наблюдают их родители и воспитатели. Юные таланты выступают в четырех номинациях. Среди них маленькие актеры, чтецы, певцы и танцоры. Меня зовут Клюля, мне 5 лет. Я очень люблю свои сады, кайна-лайн. Я буду петь песни. Я поздравляю Казахстан с праздником независимости. Мероприятие было организовано в рамках программы «Рухани Жангру». Стоит отметить, что оно традиционное. Для участия в концерте были задействованы 657 маленьких карагандинцев из 69 дошкольных организаций. Каждое выступление талантливых детей сопровождалось бурными овациями. Тухжан Лян, Вайден Джакан, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Это были все новости на сегодня. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. И смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова